Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире городские новости. Сегодня в администрации нашего города состоялась торжественная встреча, приуроченная ко дню милиции. В конференц-зале, где состоялась предпраздничная встреча, присутствовала чуть более половины личного состава УВД нашего города. Остальным пришлось остаться на местах. Всего службы в Реутовском УВД несут более 70 человек. По словам начальника Анатолия Радиевского, на сегодняшний день служба криминальной милиции, общественной безопасности и служба тыла в силах обеспечить закон и порядок в нашем городе. Всех присутствующих с профессиональным праздником Днем милиции поздравил глава города Александр Ходорев. В своем выступлении он особо отметил значение работы правоохранительных органов для города. От нас с вами зависит очень многое. От нас с вами зависит жизнь наших людей, нашего города. Но вы своей профессией, вы своим, так сказать, вниманием очень многое делаете для города. За это я вам просто говорю огромные слова благодарности и поздравляю вас с профессиональным праздником. Хочу пожелать вам, семьям вашим, друзьям вашим добра и счастья и удачи во всем. В этот предпраздничный день многим сотрудникам милиции были вручены памятные подарки и денежные премии. Также Александр Ходорев отметил, что все проблемы милиции городу известны и администрация приложит все силы для их решения. И позвольте мне еще раз выразить надежду на то, что мы совместным трудом, совместными действиями своими вырулим, выбираем ситуацию и выйдем на нормальные взаимоотношения. И сделаем, ну, одним из образцовых территорий в Подмосковье, город Ревод. Во всяком случае, к этому сегодня все есть. Желание есть, потенциал есть. Ну, я уже сказал, значит, с нашей стороны максимум будет внимания по решению материальных технических проблем. И все это будет сопутствовать. Нормально работать. В канун Дня Согласия и Примирения президентом Российской Федерации Владимиром Путином был подписан указ о присвоении государственных наград работникам здравоохранения, науки и культуры. Столь высокой чести была удостоена и наша землячка. Подробности в сюжете Александра Грушевого. Сегодня в здании правительства Московской области губернатор Подмосковья Борис Громов вручал правительственные награды. За значительный вклад в развитие науки и культуры в Московской области были отмечены более 30 жителей подмосковных городов. Вы сегодня являетесь гордостью нашей области. Это тоже правда. Слава Богу, что это так. Я вас искренне всем поздравляю с тем, что вы, президентом нашей страны, такими высокими наградами. Хочу поблагодарить вас за ваш большой труд, за прежность в профессии, за все это ценное, хорошее, что вы делаете для людей. Среди награжденных был и наш с вами земляк. Это Новикова Галина Николаевна. За заслуги обучения в воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд Галине Николаевне присвоено почетное звание заслуженный учитель Российской Федерации. По словам Галины Николаевны, она не считает эту награду своей личной заслугой. Звание заслуженный учитель Российской Федерации с ней вправе разделить все те, кто был рядом на протяжении всех этих лет. Вообще в моей жизни были великолепные преподаватели в институте. Это Миляра Иса Евгения Евгеньевна, профессор Московского педагогического института имени Ленина. Это люди, которые мне помогли после того, как я пришла в школу, заслуженная учительница России, методист Перовского района. Я даже не назову все ее награды и заслуги. Это Александрова Гаррия Михайловна. И это, безусловно, люди, с которыми я работаю в нашем городе уже сейчас. Чувство гордости за страну рождается не на пустом месте. Величие и мощь страны зависят от тех, кто проживает на ее территории, от их поступков и достижений, признания и уважения. Имя Галины Николаевны навсегда будет вписано в историю наряду с известнейшими и выдающимися людьми нашей страны. Обо всех событиях, прошедших в городе, в традиционном анонсе газеты «Реут». Добрый вечер, уважаемые телезрители. Очень хочется верить, что этот вечер и все последующие будут у вас действительно добрыми. А встречаемся мы с вами накануне большого такого праздника, который многие годы мы отмечали как День Великой Октябрьской Центрической Революции. А теперь это День Согласия и Примирения. И давайте жить именно в согласии с самими собой и с людьми, которыми нас окружают. Именно на такой доброй ноте подготовлен очередной номер газеты «Реут». Первая полоса открывает интересным репортажем, рассказывающим об инициативе губернатора Громова, о том, что он учредил стипендии для детей, чьи отцы погибли при исполнении воинского долга. Среди них есть и наши земляки. В этом же номере вы найдете много интересной информации. А третья полоса посвящена еще одному профессиональному празднику – Дню Милиции. И здесь рассказ о ветеранах нашего Реутовского ВВД и о участковом инспекторе, который несет службу сегодня. Тему патриотизма продолжает репортаж из дивизии Дзержинского, где был День Открытых Дверей. И побывал наш корреспондент и школьники Реутова города. На шестой странице мы открываем новую такую рубрику «Приглашение к разговору» о том, что профессия в вашей жизни, что, допустим, какое-то у вас это хобби, что это для вас в вашей жизни. И наш первый собеседник – учитель истории школы номер 6 Елена Саенкова. Культурные строки познакомят вас с премьерой детского музыкального театра и выставкой, очень в своем роде такой уникальной, потому что на ней представлены работы династии трех женщин, одной семьи, и все они художницы. На полосе экологии вы узнаете о том, чем закончилась битва с пожарами в Московской области, и много другой интересной информации. А страничка поэзии в этот раз отдана поэтическому клубу «Исповедь», руководит которой Алла Белова. И здесь представлено творчество его участников. На полосе «Спорт» вы найдете интересную информацию. Также, как всегда, будет программа телевидения. А еще я хочу, чтобы вы все обратили внимание на список присяжных заседателей Московского окружного военного округа. На этом мы прощаемся с вами. Читайте газету «Риод». Подписывайтесь. До встречи в следующую среду. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Елена Чиненова. Всего доброго. А вас ждет продолжение программы «До и после новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова